Что может быть лучше тренинг в 9 ипра, Лиз? Видите, как я заряжена просто на работу. Это всё Шакира. Ребята, всем привет! Мы сейчас находимся в Кисловодске. Тут я, меня сейчас убьёт Михаил Кельда. Смотрите, у меня новые перчатки, они без дырок абсолютно. Так что поздравьте меня, я наконец-то сменила те ужасные найки. Мои перчатки прекрасные, им уже 6 лет. Условия тут отличные, рады снова вернуться на лёд. Всегда приятно иметь дело с первым каналом. Спасибо, что следите и болеете. Rock'n'roll, всё будет классно. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нормально, конечно, господи. Я бы наоборот больше переживала, Если бы у меня все получалось, потому что сейчас июль, и это нормально, что тем более сколько мы не катались, что мы потихоньку входим в форму, и было бы странно выполнять все элементы сейчас отлично, стабильно и классно, потому что потом пошел бы какой-то спад, когда не нужно это. Тяжелее, чем обычно, потому что я очень люблю ясность, мне нужно конкретно знать, к чему я готовлюсь, так как ясность не такая сильная сейчас, есть такое, не знаю, как сказать, помутнение в разы, что же делать. Ну, в принципе, нормально, ощущается, что здесь 1200 градусов над уровнем моря. У меня градусы везде. Вот, ощущается, короче, и ножки уже такие тяжеловатенькие. Начнем с самого любимого. Это у меня вот такой ролл, я думала, у многих есть, я, по крайней мере, видела у многих фигуристов. Просто перетренировкой вот так вот по ногам. Вот так вот, плечики, вот здесь, вот здесь. О, прям урожки по коже. Вот этот мячик очень хороший тоже, если что-то забилось, например, передняя забилась, ты просто кладешь мяч, на нем так ложишься и проминаешь одну точку. Это достаточно болезненно, но зато прям все отпускает. То есть он очень твердый, и если правильную точку найти, то можно там без массажа некоторое время продержаться. Вот это незаменимая вещь, мне кажется, для всех фигуристов. Я ответственна за такой большой кусок на всю нашу группу, что если что, у кого-то заболит, можно было вырезать поролон и, ну, подложить. Потому что все мы знаем, что коньки раскатывать это то еще удовольствие. Пластырь обязательно, на всякий случай, хотя у нас у доктора тоже есть пластырь, но я предпочитаю, чтобы у меня все с собой было. Теплые перчатки, легкие перчатки. Если жарко, легкие перчатки, если холодно, теплые перчатки. Потому что без перчаток я не могу кататься вообще. И, собственно, приходится подбирать такие, чтобы под каждую температуру подстраиваться. Такой носок-силикон купила в Швейцарии, по-моему. Еще ни разу его не пробовала, но мне понравилась очень такая вещь. Если что, когда-нибудь что-то случится, можно будет попробовать. Вот так это выглядит. Но мне показалось, что это хорошая штука, поэтому даже если она мне не нужна, я ее купила. Потому что я девочка, я люблю покупать всякую фигню. Запасной силикон. И, короче, вот у меня вот такие тут штучки нарезаны. Очень странные, да? Вы подумайте, что же она тут нарезала. А я вам расскажу. Когда прыгаешь, часто зубцовые прыжки. У меня, получается, второй палец, он немножко длиннее, чем большой. И у меня очень он отбивается. То есть там даже нарост пошел на ногти, потому что ноготь все время под давлением, под прессингом. И я, значит, вот так вот беру в этот дырчик, просовываю пальчик. Сверху вот так вот, опа, как в кармашек. И надеваю сверху носок. И получается, что все нормально. На ноготь уже не идет такого давления. Но вот этот плохой я сделал. Он какой-то толстый и тесно в коньке становится. Поэтому пока отбиваю ноготь. Шурупы. Без них никак. Я вообще, в принципе, у меня мало шурупов всегда стоит в коньке. Я не знаю, почему так происходит. Если совсем разбалтывается лезвие, лучше иметь всегда в запасе шурупчики, чтобы подкрутить. Резина для подкачки. В основном ягодиц. Вот. Здесь колготки и резинка. Собственно, все. Силиконы, носки капроновые, потому что в других тоже плохо кататься. Я просто пыталась кататься. Когда у меня были проблемы с коньками, подкладывать губку. Но она мне совершенно не помогла. И я нашла вариант для себя. Такие вот силикончики. Маленькие. У меня вот ножи порвался. Я просто не могу найти нигде. Вот такие вот просто кругляшки. И они меня вообще так выручили, что я без них вообще уже не могу кататься. На самом деле у меня тут еще должен был один быть. Но кто-то у меня его, видимо, уже взял. Ну ладно. А губки, они места очень много занимают. И типа у тебя другое место не болит. То, которое натерто. Но так как губка много места занимает, у тебя начинает еще одно место какое-то болеть. Потому что не так нога стоит, как она стояла до этого. Все. Весь силикончик. Алло. Да, мы идем на стадион бегать. Тебе тоже надо. Ты где? А? Мы в раздевалке. Тебе нужно в раздевалку заходить? Спасибо. Не выйти. Ну как не выйти? Надо на кнопочку нажать. Ты сюда права? Нет. Нет. Я никогда не права. Да, как бы уходить нельзя, но ничего. Там как раз значок визит повисел, чтобы уходить в крещу. Тебе можно. А там тоже. Я же говорю, я не подчиняюсь правилам. Я человек протест. Это через 30 часа уже, через 30 часа. Я козинаки взяла завтрак. Там были козинаки? Да. Ну, типа эти семечки. Офигеть. Я взяла нормально, так что с кофеечком пахнем, вообще нормально. Тут Кисик гулял вечером как-то. Я его хлебом хотела накормить, а он на меня посмотрел, как на дуру. Подумал, типа, нормально хлебом меня кормить. Тело говорит мне, Лизон, спасибо большое. За то, что ты меня так нагрузила. А я говорю, пожалуйста, тело. Все для тебя, любимого. Прямо сейчас баня. Только за купальником зайти и все. Ты баню любишь вообще? Да, да. Ты что, я из глазного там без бани не выжить, мне кажется. Я прям люблю. Но там сауна, единственное, хочется, ну, прям с венчиком. Так, чтобы если ты пошел, то уж, ну, прям основательно. Ну, так, типа, сидел, погрелся. Любовь именно к баскетболу появилась года 4, наверное, назад. Когда Андрей показал мне NBA, финал, вот эти вот, мне понравилось. Я начала как-то в этом разбираться, потому что, ну, твой молодой человек разбирается. Тебе как бы тоже нужно вроде как понимать, в чем там суть, если он так любит этот вид спорта. Ну, конечно, я думаю, когда человек так долго, когда люди так долго встречаются, в любом случае, то есть есть некая, как сказать, ну, некая грусть, наверное, что пришлось сделать какие-то... Ой, боже мой, сам придет какие-то определенные действия, да? Это было осознанно, это было обоюдно, поэтому это не было так, что это был прям heartbreak. Это просто нужно было привыкнуть к новому... не к новому состоянию, а к новому там положению, не знаю. То есть ты сейчас одна, и нужно было просто привыкнуть, что ты сейчас одна, что нет рядом человека. Есть влюбленность, когда тебе башню сносят вообще, ты не хочешь думать вообще о спорте, ты просто хочешь находиться 24 часа с этим человеком, ты полностью счастлив и думаешь, зачем тебе вообще это фигурное катание, если есть вот человек, я счастлива и все. Ну, это, то есть, просто эмоция. Когда люди уже проходят этот этап, и как-то просто комфортно, они помогают, это уже идет партнерство, тогда, наоборот, это легко. Я много раз в интервью говорила, что нам это с Андреем не мешает, потому что мы, наоборот, поддерживаем друг друга, можем там рассказать, высказаться, поэтому в этом нет ничего плохого, это одни плюсы. Но, опять же, если это уже такие серьезные отношения. Жду приглашений в женскую команду по баскетболу. Вот так, оп, ой. Добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер. Карантин прошел очень продуктивно, мне кажется, для меня. Я научилась более-менее, я совсем не умела это делать, сейчас более-менее научилась быть одна, то есть наедине с собой. И мне было под конец уже комфортно жить одной, потому что раньше этого не получалось. Второй вывод, что если хочешь какого-то прогресса, то ты не только должен выполнять, ты должен понимать и сам регулировать свои упражнения, нагрузку. То есть когда я для Олимпийского комитета делала онлайн-тренировки, я создавала их, сама размышляла, создавала процесс тренировочный. И это помогло мне осознать именно какую-то структуру. Это очень важно, когда ты не просто солдатик, а у тебя есть какие-то извилины, которые помогают тебе самому как-то регулировать все это. И третье, что нет ничего невозможного, можно даже онлайн поставить произвольную программу, и ничего в этом страшного нет. То есть все было интересно и, ну то есть, круто. Если есть желание, нужно просто воплощать и не бояться. Ребята, вы что, ку-ку? Но нет, все было хорошо, потому что Алексей Николаевич, он, почему, мне кажется, он профессор, потому что он никогда не стоит на месте, он все время развивается. И он тоже осознал, что сейчас в современном мире нужно какие-то грани сбивать. Нужно перешагивать через себя и делать какие-то новые интересные проекты. И он согласился в итоге, сказал, что да, давайте попробуем, хотя это было абсолютно ненормально для мира фигурного катания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Есть такая тема, как энергетические волны. То есть ты даже можешь выходить из этого нормально, ты думаешь, что все у тебя в жизни нормально, там, наоборот, хорошо там полежать дома, отдохнуть. Но мировое сообщество людей все равно все находились в таком смятении, в ожидании, что же будет. То есть присутствовало в атмосфере какое-то волнение. Даже если ты думала, что все нормально, ты все равно поддавалась вот этому. То есть невозможно не поддаться. Есть в Инстаграме воспоминания. И вот у меня было воспоминание. Я давала интервью собаке.ру, и был заголовок. Мой человек развивается только в кризисные моменты. И вот у меня как раз был кризисный момент на карантине. И вот именно вот это вот там два месяца, они больше всего, мне кажется, дали за последний год. Субтитры сделал DimaTorzok